здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания и ее ведущий эдуард брумер я сегодня в гордом одиночестве мой партнер брат и коллега отдыхает теплых краях поэтому хочу передать ему хорошо отдохнуть и в следующий четверг вернуться в нашу передачу сегодня передача будет интересная потому что мы будем опять говорить про россию вот можете как говорится на меня сегодня нападать я один но постарайтесь быть людьми интеллигентными потому что я тоже владею этим искусством как бы это сказать хамство ответа да да в советской армии этому довольно хорошо учили выступил владимир путин вчера и сказал что отношения между россией и америкой дословно хуже некуда то есть никогда отношения россии и америки не были на таком низком уровне даже во времена советского союза кто в этом виноват извечный вопрос кто в этом виноват и что же делать давайте попробуем вместе обсудить но главный вопрос который я сегодня хочу вам задать и попробовать вместе с вами на него ответить если бы вдруг президент трамп решил восстановить и экономические и политические связи с россией поддержали вы бы его в этом начинании или нет еще раз я хочу чтобы мы потом не отвлекались от этой темы если бы президент трамп решил восстановить политические и экономические отношения с российской федерации поддержали вы бы его в этом или нет а за себя могу сказать что я при всем моем к нему уважении и его поддержке я бы его в этом ни в коем случае не поддерживал потому что считаю что санкции должны быть усилены еще больше и они должны быть усилены не просто в отношении каких-то организаций или каких-то компаний они должны быть усилен в отношении определенных лиц которые составляют чиновничью вот такую россию и не просто в отношении этих лиц а в отношении их семей куда входят и дети и родители и ковыца любовники и любовницы вот поэтому я думаю что если давление такое будет то россия свою политику в отношении своих соседей вообще в отношении всего 100 остального мира изменит наши телефоны 847 4 2 0 5 2 2 0 и у нас есть первый звонок говорите пожалуйста здравствуйте здравствуйте уважаемые ведущие мне кажется и дает первый раз сказал правду как те часы поломанные которые два раза в сутки показывают правильное время а вообще я поддерживаю вас я бы тоже сказала что это было бы очень очень плохо потому что если бы он захотел восстановить экономические отношения значит он бы действовал против тех санкций которые наложила наша страна что получается против своей собственной политики вот а вот меня больше всего перепугало я слушала украинские дебаты всякие шоу политические и там очень очень часто начали говорить что санкции не работают вот вы видите санкции не работают а как раз санкции очень работают сейчас там уже даже начали подниматься выступления против и и их их им даже стали прислушиваться ну давайте посмотри недавно журналиста да давайте посмотрим что будет дальше потому что санкции не работают абсолютно абсолютно неправильно спасибо спасибо говорите пожалуйста здравствуйте здравствуйте ваш вопрос вот яков кедми еврей такой да он сказал что в этой борьбе с россией америка к сожалению абсолютно проиграет и прекратит свое существование ну я понял вы знаете я сразу отвечу по поводу я да я понял меня это не сколько вы отведите на это я вам отвечу разумно обязательно разумно первых обязательно без хорошо аргументировано во первых давайте начнем с того я сразу отвечу во первых нужно знать кто такой яков кедми я много раз передачи упоминал его имя и прислушиваться к мнению этого якобы генерала якобы большого специалиста я бы не крыться не решился потому что много чего яков кедми наговорил пропагандистской передачи владимира соловьёва и говорить о том что проиграет америка ну надо просто смотреть реальности в глаза в каком состоянии находится экономическом америка и в каком в какой в каком состоянии находится экономическом россия америка на россию нападать не собирается америки это просто не нужно все что хочет америка то чтобы у соседей у российских грани у украинцев был мир чтобы россия вернула те территории и как говорится не нападал на своих соседей поэтому то что говорит яков кедми а это человек давным-давно проплачены российскими спецслужбами все это знают ни для кого уже это не новость поэтому это как говорится не верить якову кедми это ну это просто смешно говорите пожалуйста добрый очень любите когда что-то говорят или оскорбляют друг друга да вы постоянно всех унижаете вы нам расскажите как дела идут на делеской как машины продаются ниссан какой бы политической отдельной в отдельной в отдельной передачи в отдельной передачи лично вам я все расскажу а по поводу того кого я оскорбляю если вы мне приведете примеры кого я оскорбляю и кому я грублю тогда мы с вами поспорим в большей степени звонят мне и как говорится выражаются матом вот вы звоните да занимаете время занимаете время которое мог бы позвонить другой понимаете и говорите извините меня за выражение глупости я вас слушаю говорите пожалуйста говорите значит тогда не говорите есть звонок говорите добрый день вы знаете я всегда считаю что худой мир лучше добрый 40 я с вами получилась доброе отношение америки с россией было бы очень хорошо для всего мира но у меня к вам большая просьба да понимаете есть такое такое выражение болтологии то есть болтать любую проблему я приведу пример допустим на украине в крыму когда был этот референдум то все все украинские стоящие говорили что люди голосовали под домами автомата вы мне скажите я у меня быстро это пример болтологии я понял более существенно вы мне скажите михаил сергеевич горбачев пожалуйста если сможете с ним связаться по моему сейчас живет в германии но в германии он не живет в москве и спросите у него то что я вам сейчас скажу правда это или нет пожалуйста при заключении договора между америка и советским союзом о выводе советских советской группы войск из германии и распаде варшавского блока было обязательно со стороны америки в лице рейгана вы не можете у него стать он к сожалению у меня так вот о том что нато не будет продвигаться на восток я понял да давайте я вас поправлю немножко дело в том что когда подписывался договор этот договор был рейган уже президентом не был поэтому спросить у горбачева то что он подписывал с рейганом понимаете если вы знаете историю то время в то время о том чтобы горбачев снес берлинскую стену ауке но эти договоры все подписывались пожалуйста прочитайте что было первоначальный толчок к выводу советских войск из германии одно дело 1 и попросил горбачева это мы все знаем один горбачев сделайте мир добрее одно дело говорить другое дело подписывать понимаете одно дело говорить я могу тоже говорить а другое дело подписывать словоблудие мы сейчас не говорим о том кто что сказал мы сегодня говорим секундочку сто процентов вы тоже поэтому сейчас нам нужно узнать истину были сказаны слова со стороны рейгана в сторону горбачева что при выводе советских войск не будет распространяться нато на восток я лично умирала вопрос который я прошу вас вылажался покажем я я я подбираюсь связаться с михаилом сергеевичем горбачевым через его а переводчика это есть возможность ям это я это не шучу его зовут павел палащенко вот поэтому я с ним а с павлом руслановичем соединюсь у меня есть такая возможность и попытаюсь чтобы он меня соединил да ну-ка быстро пожалуйста уже нету прошу прощения звонок пропал говорите пожалуйста говорите ну никто не говорит то что мне сказала вот женщина на каждый раз звонит и пытается меня провоцировать вы можете мне сколько угодно провоцировать вас это не получится говорите пожалуйста здравствуйте я вот как раз хотела ответить этой девушке которая уже не первый раз звонит и сообщает что вы продаете чудесные машины не сами не вовремя звонит понимаете сейчас тема совсем другая вы звоните когда идет реклама автомобиля и задавайте вопросы что вас интересует по поводу машин спасибо спасибо говорите говорите да добрый день добрый вы знаете я не знаю как договорился горбачёв с регионом но я точно знаю что россия гарантировала в украине целостность ее территории да это совершенно точно вот это сыграть господин который звонит пусть он как-то ответит на этот вопрос ну видите как говорится об этом никто не вспоминает вспоминает о том что о чем договаривался рейган горбачёв хотя говорить я могу тоже с многими людьми пожалуйста мы вас слушаем здравствуйте я считаю что это было бы лучше для всего мира если бы были сняты санкции и начали началась торговля между америка и россии и чтобы обе страны тратили меньше денег на оружие а больше на созидание а вам не кажется что если это произойдет то это развяжет руки россии в отношении других ее соседей нет не кажут почему а почему вы считаете то это развяжут ну потому что когда россия получает большие деньги понимаете когда россия имеет очень много денег они стараются всему миру показать ее силу и и как говорится вас ее возможности потому что до 2000 года пока а нефтяные деньги не стали на россию работать большем объеме до россия пыталась себя вести нормально цивилизованно как только путин получил эти деньги причем так получил легко и просто потому что америка какой-то начал войну мы не будем сейчас уподобляться этому с ираком и так далее то а мелкинская речь путина дала всему миру понятие он у россии есть деньги поэтому россия будет подниматься с колен понимаете раньше с колен она подняться не могла а теперь она будет это поэтому можно забирать земли у грузии на вслед можно забирать земли у украины ну следующая наверное будет белоруссия потихоньку экспансия там идет поверьте в отношении белоруссии там пока все это готовится но не за горами поэтому я против того чтобы россия получала большие деньги и торговала с америкой вот и все говорите пожалуйста мы вас слушаем еще раз здравствуйте последним послом соединенных штатов в советском союзе был джек метлок при регане и вот он говорил что он участвовал переговорах с горбачевым он сказал в своей книге что америка обманула россию то же самое говорил патрик бюкеннон самый большой консерватор среди республиканцев в америке специалист в консервативном движении патрик бюкеннон бюкеннон да а вы говорите совершенно противоположные вещи в отличие вы же не американец они американцы значит я вам сообщу что джек метлок был а послом а в советском союзе не при рейгане а при буш и это надо кстати тоже потом при буш и да ну так вы говорите когда вы меня упрекаете в том что я я как говорится не точно тогда постарайтесь быть точно тоже точно не да надо же понимать я говорю точно 5 лет да правильно и в основном все вопросы решались при буш и при рейгане были первые суть не в этом суть в том что америка обманула россию коварно обманула расскажите мне плохо давайте будем так чтобы время не тратить двух словах в чем америка обманул россию в продвижении нато чем надо чем нато плохо она собирается завоевывать россию на то мы в прошлой передаче об этом были чем на то плохо расскажите мне пожалуйста что завоюет мировой агрессор для россии чем это плохо завоюет россию для чего над нато нужна была нато создавалась против советского союза стоит на величие зачем это нужно на то нужно для того чтобы такие страны как иран сирия объясняю 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 где нато а где иран где нато сообщаю я вам сообща они находятся параллельно друг другу идут пока так вот нато существует для того чтобы такие страны как россия не нападали на своих соседей если нато разместила свои базы в летве латвии вы что с ума сошли извините меня за такую выражение государстве как грузия такие такой государства называется абхазия россия забрала территории забрала территорий которые вы оперируете территориями подождите секундочку если завтра такие люди такие люди о чем вы говорите а крымчане проголосовали серьезно а крымчане проголосовали да я вам скажу я вам скажу такую вещь я не хочу слушать ваш бред потому что это самый настоящий бред завтра татарстан объявит о том что они хотят выйти из состава россии и люди проголосуют за это я хочу посмотреть на действия вашего любимца путина что он делает в отношении царстана или башкорстана или еще и другого стана я хочу на это посмотреть понимаете существуют земли за которые как говорится люди вообще не отвечают кого слушают в россии расскажите мне кого путин россии слушал час он с этим голуновым они извиняюсь за выражение сели в лужу потому что просто камешки полетели убрал он двух генералов вы будете мне вы будете мне рассказывать таков на кого россия нападает себе расскажите пожалуйста говорите пожалуйста и калифорния тоже хотели отделиться так что вы по этому поводу скажете и никто им не даст возможности отделиться они хотели а я хочу шоколадные конфеты кушать вы знаете но не могу в какой-то степени кушать похудеть хочу вот и все говорите пожалуйста почему нужно на то ни одна сторона член нато не было принято надо насильно все очень хотели быть принятыми и 1 очень многие страны когда они захотели они даже не соответствовали уровню нато и ждали пока они поднимутся до этого уровня то есть если было принято столько много стран новых по их собственному желанию значит на это нужно вот это вот по моему ну мнение логично а то что вы рассказываете что это агрессор агрессор это россия а не нато и нато сейчас именно для сдерживания этого агрессора нужно спасибо большое спасибо говорите пожалуйста условно сегодня на трэн нужно почему потому что на то все не стоит на мирных позициях пример при старшем пуша когда ирак напал на кубик он русского парень уходи оттуда если не уйдешь мы тебе раздолбаем он ушел и старший буш не трогал ирак он не вошел туда и не стал добивать эту это нато необходимо она можно спасибо спасибо говорите пожалуйста мы вас слушаем звонков пока нет говорите 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 ну что-то не получается не могут люди дозвониться говорите нету звонков есть звонок хорошо давайте мы примем мы вас слушаем мы вас слушаем и мы вас не слышим хорошо а мы тогда как говорится пока звонков а вот да да я слушаю говорите говорите что америка манула россию в вопросе не продвижения на восток это по меньшей мере я не знаю даже как это сказать это такое близорукое сообщение дело было совершенно не пошла бы америка на восток и не идет а все эти страны попросились быстренько отделиться от российской политики и стать под защиту нато вот что не обманывала россия так что надо было тогда руководителям нато сказать россии вы знаете мы вас не можем принять потому что мы обещали россии не идти восток что ли так этот звонящий говорит нас за рассуждения такие спасибо говорите пожалуйста хочу просто на по я общаюсь с многими друзьями россии они говорят что фанкции неэффективны что что мы запросили там ножки кушали сыр это удалило только по населению в магазине хватит за ножками кушать если бы заплатили если бы заплатировали все счета от путина из всех депутатов и всего правительства это была бы действенная мера а это так удар по населению правительство по барабану что они там едят что они покупают это совершенно недейственная шанс с вами согласен спасибо мы примем еще один звонок и потом идем на рекламу говорите пожалуйста мы слушаем вас добрый день добрый день послушайте я хочу ответить этому человеку который сказал что нато вмешалась там и в сирию и в ирак и в иран боже мой да подумайте только если бы это нато не сделала что бы было с той же самой россии что бы было со всеми странами другими это же было просто распространение всей этой заразы которая оттуда идет вот это единственное что я хочу сделать спасибо потому что нато действительно они сделали все возможное для мира во всем мире а не россия спасибо а мы уходим на рекламу и вернемся через пять минут здравствуйте дорогие радио слушатели в эфире политинформания и я ее ведущий Эдуард Брумер мы продолжаем нашу программу и тема сегодняшней передачи если бы президент Трамп Дональд Трамп решил восстановить как политические так и экономические отношения с Россией поддержали бы его или нет вот это главная тема давайте не будем отвлекаться на НАТО на Горбачева с Рейганом давайте мы будем говорить на эту тему если есть звонок мы можем принять говорите пожалуйста да добрый день господин Брумер добрый послушайте к сожалению моему глубокому сожалению наша страна постоянно врет да так и я могу привести сотни примеров ну вот хотя бы один да что Россия нарушает договор о ракетах средней дальности еще в мае 2016 года наша страна открыла базу в Эйджис в Румынии и признали что гнется этих ракет взаимозаменяемые туда можно вложить как противоракету Эйджис так и атакующую ракету Тамагав обвиняемые в этом уже Россия а в рём мы три года я понимаю о чём вы говорите пожалуйста ответьте на вопрос вы поддерживаете или не поддержите если поддержите то почему можете я поддерживаю чтобы отношения улучшились между нашей страной Китаем между нашей Россией потому что мы к сожалению с людьми которые работают на президента Трампа летим хрен знает куда вы понимаете и это очень хорошо не кончится ещё вам хочу сказать если мы такие уже Хаймы Чапаевы так то Российская Федерация в семи важнейших видах вооружений опережает нас не только одна проблема наделать этого как можно больше и гиперзвуковых ракет и подводных лодок и подводных этих всех посейдонов и авиации и всего тому подобного понимаете это очень опасная ситуация я не знаю какие придурки только вот помогает Трампу спасибо спасибо мы ваше мнение услышали говорите пожалуйста значит вы разрешите я вот не сразу включился но я слушаю этих любителей Путина и противне и этих критиков НАТО продвижение вот этот клоун который разрешите я процитирую Лаврова их любимого да пожалуйста покороже немножко да он при невыключенном микрофоне однажды сказал дебилы блять извините да я понимаю ну это это понимаете будем говорить это уровень сегодняшней российской дипломатии ну вот я просто говорю им любителям России да спасибо говорите пожалуйста а да добрый день господин Брума вы знаете да я знаю только одну организацию которая имеет право накладывать санкции это совет безопасности ООН да все остальное это шелуха и теребень потому что это торговые экономические финансовые войны которые идут между странами живой пример Хуанвэй китайская и соединенные штаты Америки якобы под предлогом предлогом того что это может повлиять на безопасность страны они эту транснациональную корпорацию уничтожают а где же вы были раньше да и по поводу НАТО господин Брума два слова всего лишь скажу такая миролюбивая организация которая разбомбила Югославию создала террористический анклав государство уже государство Косово и даже вот это вот прокурор забыл ее фамилию по бывшей Югославии сказала наркоторговля торговля органами людьми торговля оружием база которая охраняется НАТО называемая Косово благодарю спасибо говорите пожалуйста тоже мнение вот да еще раз ну отвечая на вопрос вашей передачи я бы конечно не хотела бы чтобы в данный момент Америка что-то изменила в своих отношениях с Россией а еще у меня к вам как бы такой вопрос вот на ваш взгляд и почему российских ну как бы русских людей так волнует НАТО вот какие-то отношения с Америкой там что она обманывает нападает или еще что-то там делает неважно но их абсолютно не волнует то что по-тихому Китай захватывает практически территорию России вырубает леса там вот эта жемчужина России Байкал он практически там столько уже понастроили эти китайцы они просто извините обстирает эту территорию почему никого это не волнует я вам скажу на ваш взгляд спасибо спасибо я постараюсь ответить потом мы примем звонок дело в том что Америка всегда геополитически была противником России вот это сознание людей оставшиеся из советского союза обратите внимание что против НАТО и против вообще Америки да как такой державы выступать в основном люди которые воспитаны в советском союзе вот это совковое мышление что Америка главный враг Америка нас хочет завоевать и так далее и так далее я думаю что многие жители да России очень бы хотели чтобы их завоевали вот недавно в Забайкале нет не Забайкале боюсь сейчас соврать и сказать назвать неправильное место 100 жителей города попросились в Канаду обратились канадскому посольству обратились канадскому посольству их значит им дали возможность иммигрировать в Канаду вот это вот состояние то что у нас хотят завоевать и что значит мы мирные люди наш бронепоезд это что их бронепоезд давно стоит как говорится как вот сказал один загруженные по как бы это самое не могу этим вооружением это в это я верю а то что китайцы это же братья на век китайцы братья на век до поры до времени они еще вот недавно Си Дзиньпинь побывал значит на экономическом форуме в Санкт-Петербурге хорошо покушал хорошо поулыбался хорошо поговорил и ничего не подписали ничего не подписали хотя средства массовой информации и как говорится пропагандисты первого канала и россии и так далее начали говорить о том что вот как какое счастье что Си Дзиньпинь прибыл на экономический китайцы делают все что хотят потому что ну как бы братья не знаю там со времен Америка враг китайцы до поры до времени ну это это мышление понимаете я думаю что это подсознательное такое внутреннее мышление говорите пожалуйста алло да да мы вас слушаем здравствуйте уважаемый да зачем вы позволяете гадить этому Вадиму этому путинскому пехотинцу в ваших передачах он одно время звонил и приветствовал вас салам алейкум а вы должны были ему отвечать алейкум салам путинский ищак здоровья вам спасибо спасибо в нашей передаче каждый имеет право на свое мнение если это мнение высказано нормально без ханства и интеллигентно я с Вадимом не согласен вообще ни в чем у него есть свое мнение ради бога пускай он с этим живет лишь бы был здоров вот а он такой как бы основной это но он имеет право высказывать почему нет мы живем в свободной стране и у нас радио свободное говорите пожалуйста здравствуйте 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 вы знаете я хочу удивиться во первых почему так много сегодня оказалось таких ну типа Вадима людей просто удивительно но по поводу оон я хочу сказать одну вещь и я бы ее вообще выгнала с территории Америки пусть ей платят кто угодно и где угодно ее содержат столько тратится на нее денег а для чего не хватало еще чтобы Обама туда стал генсеком это вообще будет кошмар мне когда-то приходили письма целый столбик государств наверное на полметра написаны а с другой стороны только один Израиль вот вам и он теперь правда появились еще нормальные кое-где люди но в принципе а он ничего хорошего не дает спасибо значит по поводу того что санкции накладывает на сегодняшний день это полностью обанкротившаяся организация которая ничего не решает ни на что не влияет поэтому когда говорят о том что эта организация имеет какое-то право ну будем так говорить с юридической точки зрения с международной юридической точки зрения наверное она что-то имеет какое-то право да но эта организация которая абсолютно на сегодняшний день не пользуется уважением почему объясню очень просто взять хотя бы государство Израиль все значит решения ООН которые были направлены против Израиля фактически это были антисемитские решения были направлены были санкционированы организации ООН и хочу напомнить большим любителям этой организации что ее возглавлял бывший эсэсовец Курт Вальдхайм бывший эсэсовец возглавлял эту организацию поэтому как говорится говорить об ООН это вообще не серьезно говорите пожалуйста мы вас слушаем алло да да мы вас слушаем пожалуйста здравствуйте 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 конечно хотелось бы хотелось бы чтобы между нашими странами были более более дружеские давительные отношения но к сожалению не получается во-первых в связи с тем что предыдущий китайский изурбатор отменил целый ряд финансирования у Пентагона сейчас по целому ряду вооружений Россия превосходит США более продвинута по некоторым позициям поэтому выход из этого договора он был обусловлен и частично скорее всего скажите пожалуйста у меня быстро вот если бы Трамп быстрый вопрос если бы Трамп вот объявил о том что он все-таки желает налаживания значит отношений вы бы поддержали вот это его в принципе налаживание всегда лучше налаживание лучше ну как это может произойти это трудно сказать в нынешней ситуации это не произойдет нынешней ситуации это не получается при том что сейчас странно происходит спасибо спасибо значит хочу напомнить еще раз тему нашей передачи отношения США и России если бы президент Трамп решил наладить политические экономические отношения с Россией поддержали бы вы его в этом решении или нет при всем при том если как говорится вы даже к Трампу хорошо относитесь но знаете каждое решение имеет свое значение у нас есть звонок да можем принять пожалуйста говорите алло да да мы вас слушаем значит меня удивляет одно как это как люди могут говорить что Россия в чем-то превосходит Америку как можно доверять тому что они говорят это страна которая всю жизнь врала всем и в первую очередь своему населению и я абсолютно не верю что они по каким-то видам вооружения могут превосходить а тем более как они говорят эти Вадимы по 7 там по 8 видам вооружения просто физически она не может потому что науку там ну да лучшие ученые разъехались кто ж там двигает это все ну вы видите есть еще люди которые верят в то что вооружение там у них на высоком уровне хотя один из руководителей Роскосмоса точнее ее руководитель главный прошу прощения сейчас выскочила имя из головы он каждый раз заявляет о том что как говорится космические ракеты они скоро высадятся на Луне хотя ему уже намекнули что из батуток кто-нибудь высадится из российского батута кто-то высадится на Луне мы вас слушаем пожалуйста вы говорите о том что Россия в науке слаба слаба может быть я не могу судить у меня нету таких данных но я скажу вам другое да возьмите поднимите свои ноги и поезжайте в такую компанию как лаборатория ферми и там написаны списки подождите а ферми находится в России или в Америке они принадлежат ферми подожди я понимаю они приехали из России так вот речь идет так я понимаю в данный момент ферми расположена на территории России или на территории Америки где работают эти ученые в Америке в Америке слава богу ферми я знаю не надо мне рассказывать что такое ферми я знаю что собой представляет институт ферми если вы хотите сказать о том что ученые много ученых из России которые толковые так они здесь все работают и слава богу мы вас слушаем говорите пожалуйста я хотел еще добавить тому там возмущенному товарищу я предлагаю вам пригласить действительно военного эксперта который в теме что называется тогда он вам изложил что по какому по какому виду вооружение Россия сейчас превосходит спасибо а я просто хочу сказать нашим сделать такое как бы объявление скоро в наших передачах будут действительно выступать эксперты по тем или иным вопросам связаны мы сейчас ведем переговоры с некоторыми очень знаменитыми людьми посмотрим чем это все закончится и в ближайшее время они появятся в наших передачах на короткое время по каким-то определенным вопросам они будут давать свои комментарии и это будут не только люди либерального взгляда это будут люди довольно консервативные люди приближенные будем больше стоящие на патриотических таких ногах в сторону Путина это просто хочу анонсировать посмотрим чему значит эти наши с ними переговоры закончатся и это будет интересно сегодняшняя передача мы продолжаем передачу мы можем еще принимать звонки время есть отношения россии и америки если бы президент трамп решил на все-таки налаживать отношения в области политики и экономики поддержали бы его в этом или нет пока нет звонков у меня к тебе есть вопрос да а как ты считаешь даже если бы трамп допустим совершил первый поступок да можно ли доверять нынешнему руководству россии в их обещаниях налаживать отношения с америка я скажу честно и откровенно и даже как сказать очень четко могу сказать что сегодняшнему руководству я делаю акцент на слове руководство россии доверять ни в чем нельзя потому что все договоренности которые могут быть они ничему не приведут а господин путин действует по своей схеме и его окружение само собой хотя надо сказать что камешек из вот ихнего домика камни из их домика начинают рушиться вот согласно вот этому делу Ивана Голунова ну это такой как бы кирпич упал на темечка этого руководства и они это поняли хотя сегодня вот двое значит стрелочников отправлены в отставку поэтому я я вообще сегодняшнему руководству россии вообще не верю может быть если через какое-то время придут другие люди можно можно начать разговор мы вас слушаем знаете немцов немцов и путин это абсолютно два разных политических направления если путин представляет направление гбшно патриотическое такое то немцов к сожалению возглавлял более либеральное направление я думаю там бы акцент ставился больше на сотрудничество с странами и как говорится общение чем сейчас а когда человеку власти находится 20 лет знаете кстати посоветую очень многим послушать последнее интервью на ютуб канале Валерия Соловья есть такой политолог замечательный он последнее время дал несколько очень интересных интервью вы можете на ютуб канале просто набрать русскими буквами Валерий Соловей и послушать то что он говорит о положении которое сегодня в России сложилось и о том какое будущее у России и какое будущее у Владимира Путина и его окружения есть звонки пока нету у меня тоже есть еще вопрос ты упомянул экономический форум да ты заметил что почему-то на этом форуме было такое впечатление как будто вот Тимур и его команда то есть сидит Путин и отвечает на вопросы этой девушки ведущей а все остальные сидят и там пальцами перебирают то есть да это было чисто вот такое еще раз показать Путина на сцене причем улыбающегося не ставящего никого вообще просто ни во что ни во что вот чисто ни во что по поводу экономического вот этого форума могу сказать в двух словах что он закончился ничем а руководство россии вот это вот приближенное больше если вы посмотрите и почитаете аналитику то во первых этой аналитики если бы был успех какой-то то об этом отрубили бы как говорится из каждого угла и на всех и интернет значит изданиях и в таких газетных изданиях об этом было бы везде расписано россия всегда любят хвастаться своими достижениями так как не было достигольно вообще ничего просто вообще ничего нигде вы не прочитаете об этом значит форуме о тех значит подписаны каких-то контрактах даже не подписанных контрактах а хоть о каких-то как говорится достижениях ничего этого нету это то что россия заслужила то и получила В конце передачи я хотел бы сегодня, подытожив, я хочу сказать, что я против того, чтобы Америка на сегодняшний день дружила, подписывала с Россией какие-то дружеские, совершала какие-то дружеские отношения. Россия этого на сегодняшний день не заслуживает. А вообще я хочу поздравить очень дорогого мне человека, человека, которого я очень люблю, очень уважаю, не буду называть его имени, чтобы его не смущать, вот он как-то боится очень такой популярности, но он знает о ком идет речь, и у него сегодня день рождения, я тебя очень люблю, я тебя очень уважаю, будь здоров, и главное, что со мной очень... Субтитры сделал DimaTorzok